С нами на связи Игорь Литвина, чрезвычайный полномочный посол Украины в Китайской Народной Республике в 1999-2001 годах, а также сопредседатель Украинско-Китайского делового совета. Приветствуем вас в эфире. Доброе утро. Доброе утро. А скажите, Игорь Антонович, каким вам видится возможное дальнейшее развитие событий с учетом, как мы понимаем, и будущих контактов стран, которые заинтересованы в том, чтобы ситуация в дальнейшем, ну скажем так, не могла попасть под определение эскалации? Ну, прежде всего, необходимо надеяться на то, что западные страны США, прежде всего, они предпримут определенные усилия, тем более, что эти усилия уже планируются. Вы только что рассказали о предстоящем визите заместителей госрекретаря США в регион с тем, чтобы эскалации этой не произошло. Есть разные мнения разных экспертов по поводу того, что же теперь делать свободному миру для того, чтобы избежать тех планов, которые вынашивает Ким Чи Нин. Надо отметить, что планы действительно достаточно жуткие, поскольку еще в январе этого года Ким Чи Нин предложил изменить конституцию, которая содержала нормы, которые можно характеризовать стремление в будущем к объединению двух корей. Теперь он призвал убрать эти самые положения и с тем, чтобы Южная Корея рассматривалась теперь, я цитирую, как главный враг и что Северная Корея должна планировать оккупацию, подчинение и возвращение Южной Кореи в состав объединенной Кореи в ЛС Северной Кореи в случае войны. Естественно, есть опасения, что Северная Корея будет добиваться этого военной силы, включая использование ядерного оружия. И вот 7-8 октября произошли слушания в Верховной Парламентской Ассамблеи Северной Кореи по поводу дополнений и изменений в конституцию. Правда, вот эти вот тезисы, которые были озвучены Ким Чен Ынном еще в январе этого года, они, как бы сказать, не разглашаются прессой. Более того, сам Ким Чен Ын на заседании этой высшего парламентской ассамблеи не присутствовал. Ну а смотрите, Игорь Антонович, вот если мы говорим в целом о том, каким образом, давайте так, можно ли надавить? А есть с нами, да, или нет? Что со связью, да? А, да-да-да, с нами, да, слышно, да-да, и видно. А скажите, Игорь Анатонович, какая роль в этой истории, давайте так, в том, что происходит, контакты России к НДР, помощь, мы говорим о живой силе, которую так или иначе уже предоставляет на Российской Федерации режим товарища Кима, соответственно. Как на это все смотрит Китай? Да, он как, 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 как он? Или он реально руководит всем этим театром? Смотрите, тут такая ситуация. Вот эти отношения Северной Кореи с Российской Федерацией, особенно углубившиеся в этом году, летом был в июне подписан договор о всеобъемлющем партнерстве, фактически был создан союз, который предусматривает вмешательство той или иной стороны в ликвидацию угрозы для той или иной стороны в случае там какой-либо агрессии и опасности военных. Вот. Китаю это дело не понравилось. Это четко прослеживается в отношениях между Китаем и Северной Кореей, хотя, естественно, Китай сейчас предпринимает усилия для того, чтобы, как бы так, вернуть Северную Корею в сферу своего влияния. Правда, надо сказать, что с давних пор Северная Корея, она использовала вот эти отношения между Китаем и Россией в своих интересах, потому что она получала и получает до сих пор соответствующую помощь материальную и с одной стороны, и с другой стороны. Ну, скажем так, в прошедшем году товарооборот между Китаем и Северной Кореей составил около 3 миллиардов долларов, что достаточно много. Так вот, Северная Корея всячески, значит, лавировала между темой одной и другой страной для того, чтобы иметь всякие прелести и оттуда, и оттуда. Сейчас, совсем недавно, 5-го числа октября, состоялось празднование, ну, отмечают и та, и другая страна, дату 75-летия установления дипломатических отношений между Северной Кореей и Пекином. Обменялись посланиями. Сидзипин в своем послании заявил, цитирую, что готов продолжать писать новую главу отношений посредством укрепления связи с сотрудничеством. В своем послании Сидзипином Ким Ченнин пообещал неуклонно стремиться к консолидации и развитию отношений дружбы и сотрудничества между КНР и Китаем, как того требует новая эпоха. Ну, и насчет пересмотра Конституции, я вам уже сказал, следует ожидать, что действительно будет принято опубликованное изменение в этой самой Конституции, которое касается отношений КНДР к Южной Корее, невзирая на то, что за Южной Кореей стоит весь Западный мир, вот, Япония и так далее. Поэтому тут отношения достаточно сложные, хотя видно сразу, что Китай преревновал к этим вот действиям Северной Кореи. Видимо, это не было согласовано с Китаем. Я имею в виду, прежде всего, вот эти вот огромные поставки вооружений в Российскую Федерацию. Игорь Антонович, если вообще, в принципе, посмотреть на вот эти взаимоотношения сейчас Северной Кореи и Российской Федерации, то это все-таки что? Это какая-то дружба по совместным интересам? Либо просто страны используют друг друга для собственной выгоды, в принципе, да, в тех ограничениях, которые они находятся? Я думаю, что следует все-таки принять мнение о том, что эти страны используют друг друга. Поскольку, вы же смотрите, Путин не был в Северной Корее, считаем, 24 года. Вот. И его действия, прежде всего, имеется в виду подписанный, значит, в июне договор, который является фактически союзом КНДР и Российской Федерации, это мера вынужденная, поскольку Путлер нуждается в вооружениях, которых у него не хватает явно, как итог работы собственного ВПК. И я больше чем убежден, что как только вот это вот дряхлое, значит, поганое вооружение, которое поставляется Северной Кореей и Российской Федерации, закончится, то и закончатся вот эти вот прелести отношений между Российской Федерацией и КНДР, потому что, ну, больше брать нечего от Северной Корейской Армии, разве что войсками. Насчет войск мы знаем, какие ходят суждения, сколько десятков тысяч корейских военнослужащих находятся на территории Российской Федерации, готовые повышать свою боеготовность для того, чтобы потом гипотетически участвовать в Российской войне против Украины на территории Украины. Но вот я бы дал такой прогноз, потому что никаких других вещей, никаких привести, понимаете, единения там не наблюдается. Где Северная Корея, где Российская Федерация. Единственное, что это два авторитарных режима. Игорь Антонович, спасибо вам за разговор. Благодарим за то, что присоединились к эфиру телеканала «Фридом». Игорь Литвин, чрезвычайный и полномочный посол Украины Китайской Народной Республики в 1999-2001 годах. Также сопредседатель Украинско-Китайского делового совета был с нами на прямой связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фридом», чтобы не пропускать главного.